Здравствуйте, меня зовут Елизавета и с вами Домашняя Игротека. Сегодня мы с вами научимся играть в игру фанты. Каждый участник, а участниками должны быть все-все-все, отдает ведущему одну вещь. Например, это могут быть часы, платочек, браслет, что угодно. Какую-нибудь небольшую вещь, которая поместится в мешочек. Эти личные вещи и называются фанты. Ведущий кладет все фанты в один мешочек. Как корзину, шляпу, может быть что угодно. И игра начинается. Теперь придумывается некое оригинальное задание, действие, выполнение которого потребует от участника приложение усилий или смелости. Его можно придумывать на ходу, а можно подготовить заранее. И действие будет назначать ведущий. Также можно заранее приготовить карточки с заданиями, можно раздать листики и ручки. Каждый пишет свое задание и кидает в общую корзину. Главное помнить принцип «Не рой другому яву, как бы самому в нее потом не угодить». Как мы будем играть? Ведущий говорит фразу «Этот фант споет нам песенку про транспортное средство». И определив задание, наугад достает вещицу из мешочка. Обладатель вещи должен выполнить задание. А зритель должен его поддерживать. Можно посмеяться и щедро похлопать. Не забывайте, что на месте выступающего вскоре окажетесь и вы. Как еще можно поиграть в эту игру? Существует множество сайтов, на которых можно поиграть в фанты или даже скачать приложение на ваш мобильный телефон и играть с помощью него. Но мы с вами сегодня рассмотрим классический вариант игры в фанты. Давайте приступим. Для начала нам понадобятся бумажечки. Мы с вами будем играть таким образом, что мы заранее подготовим задания и сложим их в отдельный мешочек. Давайте я вам подскажу несколько вариантов заданий. Например, расскажи стихотворение. Без улыбки. Поверьте, если человек знает, что ему нельзя улыбаться, ему будет очень хотеться это делать. Дальше. Спой песню. Под столом. Это будет просто выглядеть весело и забавно. Следующее. Встань на мостик. Но будьте аккуратнее. Задавайте это задание только в компании, которая действительно может это сделать. Еще задание. Сделай прическу соседу. Можно еще какое-нибудь задание. Например, спеть песню про животное. И последнее задание, которое я напишу, но вы можете придумать их столько, сколько вам захочется. Это задание. Станцуй русский народный танец. Итак, мы с вами подготовили все задания. Теперь нам нужно собрать фанты. У меня в роли мешочков выступают две шляпы. Сначала мы вытягиваем из шляпы, в которой лежат фанты, а потом из шляпы, в которой лежат задания. Допустим. Этому фанту нужно рассказать стихотворение без улыбки. Этот фант должен это сделать. С вами научились играть в игру фанты. Она очень интересная и занимательная, а также очень веселая. Играйте сами, играйте с родителями и до новых встреч!